После Испании вы куда? В Португалию? В Португалию заехали. Как вам Португалия эта страна? Португалия какая-то родная в Казахстане. Родная, уже своя. Настолько Европа приелась, или Ченедург. И чувствовать себя чужаком там абсолютно. Да, ощущение тоже свободы было, вот как в Голландии. С родни, да, Голландии. И цены намного ниже, чем во всей остальной Европе. То есть там дешевое жилье. Может быть, и это расслабляет. Да, цены на продукты и все остальное. Там в магазинах можно ходить и просто как-то экскурсию. Реально, то есть там океаническая рыба вся. Причем такое безумное ее количество, которые просто... Вот мы ходили как в музей, смотрели как на экспонат на рыбу. Там рыба очень интересная. Бакалява называется. То есть ее вымачивают солью, она такая вот здоровая, такие тушки. Особой способ приготовления ее готовят две недели вообще. После покупки она вся соленая очень. Две недели ее вымачивают. У меня вот такая сухая как бы сама в соли вся просушена получается. После этого еще и готовить несколько суток. Что-то получилось. Ну, различные длины, конечно. С Лиссабона мы ехали до мыса Роха вдоль побережья океана, 50 километров. Наверное, одни из самых сильнейших впечатлений было, когда мы добрались до океана. И я еще с русскими до этого разговаривал в Лиссабоне. Говорю, как оно? Они приехали питерцы, были на океане, занимались серфингом. Вот. Я говорю, ну, чем отличается океан вообще от моря? Ну, по сути, вода и вода. Вода открытая, пространство. Вот. Они говорят, ну, сами все увидите. Ну, и что, вы увидели? Да, вы увидели. Это океан, это не море, он. Ну, а что, прям ощущается мощь какая-то? Глобальная сейчас. Ощущается, да. Очень серьезная мощь. Там такие дикие волны красивые, которые бьются об скалы. То есть, ну, такого, мы много морей видели, много заливов, много вот каких-то таких моментов, каких-то водоемов, но океан это ни с чем не сравнить. Это надо просто увидеть. Посмотреть самому, живому обязательно. Каждому. И вот эти 50 километров вдоль побережья океана, это было самое мощное по ощущениям, то есть, такое атмосферное. И вот мы постепенно выезжали в открытый океан, получается. И вот это все больше, больше. И мы постоянно останавливаемся, фотографируем. О, вот это самое красивое. Нет, нет, дальше едем, там еще 5 километров. О, вот это, вот это. О, смотри, какие скалы. И вот так вот всю дорогу до самого мыса. Мыс Рока, это вообще что такое? Это самая западная точка Европы. Почему мы именно туда ехали? Край земли, то есть смотришь, там ничего нету. А там Америка? Там Америка, 5 тысяч километров. Новый континент. Там-то как вы брали билеты уже, да, на самолеты? Свои велосипеды там оставили или с собой привезли? С собой привезли. Мы, конечно, переплатили за них. В среднем по 5 тысяч рублей каждый переплатил. За перевес, за объем. Ну, у нас было три перелета. Мы летели через Брюссель. То есть Лиссабон, Брюссель, Москва, Милосибирск. Прическу не будешь оставлять никакую? И мы просто по помойкам собирали картон. Мы уже все набрали. Все, у меня сзади такие коробки там на рюкзаке. Все есть. Все, я еду на ровном месте, то есть бах. Падает и раздирает колено.